На связи со студией телеканала Freedom Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и публицист. Здравствуйте. 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 Вот то, как началось утро сегодня в Украине, это массовый обстрел городов. Это свидетельство чего? Это свидетельство многих вещей. Прежде всего, это свидетельство слабости Путина, потому что это терроризм, а терроризм, как известно, оружие слабых. Второе, если говорить о смысле, о содержании вот этого действия, этого террористического акта, то в меньшей степени это попытка как-то повлиять на Украину, потому что понятно, что все эти обстрелы мирных городов, убийства мирных граждан, разрушение инфраструктуры ни в какой степени не влияют на ситуацию на фронте, никак не уменьшают боеспособность украинской армии. И смысл этого заключается в том, что Путин таким образом ведет, так сказать, диалог со своей турбопатриотической оппозицией, то есть с теми людьми, которые в последние месяцы, и особенно последние дни, и особенно после 8 октября стали говорить, ну что же Путин, почему он не отвечает, ну, так сказать, появились настроения такие, что царь не настоящий. И это все более и более открыто начали говорить не только такие турбопатриоты, как Кадыров, но это уже и Соловьев начал говорить, что мы не понимаем, почему мы не отвечаем, что же это такое, почему в Украине до сих пор там спокойно существуют люди, жители Украины пользуются светом, водой и так далее. Ну вот после этого удара Кадыров заявил, что он теперь на 100% удовлетворен. Соловьев тоже очень доволен, там Маргарита Симонян ликует, там Красовский танцует на балконе в пижаме. То есть на самом деле Путин удовлетворил людоедские потребности тех своих сторонников, которые критиковали его за недостаточное людоедство. И это главное содержание, то есть он снял вот это вот обвинение в нерешительности, в беззубости, в том, что он стал старым, слабым и, так сказать, не соответствует роли главного убийцы планеты. Это главное, что он сделал. Но что касается Дальда, ну фактически первое же решение, которое он принял в ответ на то, что произошло с Крымским мостом, это назначение генерала Суровикина. Это первый человек, который официально был назначен руководителем всей этой спецоперации. До этого никто не знал, ну там ходили какие-то слухи, назывались какие-то фамилии, там дворников и так далее. Но официального сообщения об этом не было. Здесь официальное сообщение произошло, и это действительно тот генерал, который в состоянии, ну может быть это единственный человек среди генералитета российского, кто в состоянии выполнить абсолютно любой, не задумываясь, любой самый чудовищный приказ. Потому что биография этого человека известна, еще в бытность своего капитана, 24-летним, он был единственным офицером в российской армии, который послал свой батальон бронетранспортеров на безоружную толпу протестующих, и в результате было убито трое молодых москвичей. То есть это было в августе 91-го года, это были действительно те самые единственные жертвы, потому что в остальных случаях танков и бронетранспортеров на улицах Москвы было много, и это все, ну вот мы, москвичи, это все останавливали голыми руками. И в общем было видно, что военные не готовы убивать мирных людей. А Суровикин был тот человек, который готов, другие не готовы, то есть там Альфа отказалась штурмовать, генерал Лебедь перешел на сторону протестующих, даже такие люди, как генерал Грачев, тогда еще, так сказать, более молодой, но все эти люди отказывались. А вот генерал Суровикин, это был единственный, кто тогда еще в бытность своего капитана решил напиться крови. И сейчас вот этот человек стал последней надеждой Путина, это его такая любимая его заточка, любимый его финский нож, который он достал из-за пазухи и сейчас им размахивает. Поэтому вот логика его действий понятна, просчитываема, понятно, что ничем кроме терроризма он ответить не может. На поле боя он проигрывает. Вот вы уже говорили, что многие эти посылы Путина, да, вот этот обстрел, он был для вот этих турбопатриотов, и вот фейкометы уже отреагировали, да, вот сеть полна лживых новостей, что 500 ракет выпустили, что посольство из Киева переезжает в Польшу, там и что Зеленский покинул Киев. И вот я хотел бы даже процитировать немного Роспропаганду на обстрелы Киева. Вот вы уже говорили о Симоньян, она написала, а вот и ответочка прилетела. Ее муж Киафиан написал, с приходом Суровикина на Украину пришла настоящая золотая осень. А Кадыров заявил, что Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты думал, тебе можно, а другим нельзя? Вот что можно сказать? Не кажется ли вам, что для этих людей нужно будет какой-то отдельный трибунал устраивать? Я думаю, что общий трибунал, который отсортирует всех этих людей, собственно говоря, это все, исторический опыт известен. Я думаю, что все вот эти вот участники информационной войны, они должны, так сказать, ну с какой-то подправкой на 21 век разделить судьбу Юлиуса Штрейхера. Вот, я думаю, что повешение это все-таки удел середины 20 века, здесь будет какое-то другое наказание. Но, в принципе, позиция должна быть именно такой. Все эти люди, и Красовский, и Симонян, и Соловьев, и Киселев, и там, ну вот вся эта компания, их много. Сейчас очень хорошо дело обстоит с доказательной базой. Они каждый день эту доказательную базу предоставляют. Так что я думаю, что здесь разобраться будет легко. Трибунал будет, он должен быть. Я вообще, в принципе, считаю, что трибунал надо вести сейчас. Вот прямо сейчас, то есть сейчас провести расследование, сделать это публично, и, в принципе, выносить уже приговоры. Да, они будут заочно, там, процедура, как это будет дело с защитой, там, со свилейскими показателями, показаниями, это отдельная история. Но они должны понимать, что они, в принципе, уже, что называется, ордера на их арест выписаны. Что судьба у них такая. В какой-то степени это тоже хорошая история, потому что это позволит отделить тех людей, которые уже совершили преступления в путинском режиме, от тех, которые пока еще этого не сделали. И предостеречь, что, в общем, ребята, вот, пожалуйста, хотите в компанию с Симоньян, с Киосаяном, с Соловьевым и так далее, с Кадыровым и прочими. Пожалуйста, имейте в виду, что красная линия, она вот здесь. Тем более, вот, исторические примеры, это мы знаем, да, если брать Нюронбергский трибунал, то вот первые переговоры, и первые, вот, впервые заявили о том, что этот трибунал нужен, это был 1942 год. Это было задолго до победы, но уже тогда думали, что нужно будет делать после победы с нацистскими преступниками. И здесь, я думаю, вы очень правы, это нужно делать уже сейчас. Я думаю, что вообще Запад довольно сильно задолжал Украине, во-первых, в плане, вот, объявления этого, даже не во-первых, объявления трибунала, это во-вторых. Тем более, что у человечества есть опыт не только этого трибунала, есть опыт трибунала Парванди, где, кстати говоря, были осуждены в том, что они были сжигатели войны, не только непосредственно убийцы, но и те, кто, там, радио «Тысяча холмов» и другие пропагандистские СМИ, которые требовали убивать Туцци. Так что опыт у человечества есть. Но самый главный долг, я считаю, цивилизованного мира перед Украиной, это предоставление дальнобойных артиллерийских орудий и дальнобойных ракет. Потому что войну, конечно, надо переносить на военные объекты на территории России. И Россия, российские вооруженные силы должны на себе это почувствовать. Вести войну так, как она идет, когда Россия из глубины своей территории уничтожает украинские города, а Украина отвечает в силу, так сказать, диспропорции вооружения только по объектам на территории самой Украины, ну, так войны не выигрываются, так войны не ведутся. Поэтому, конечно, Запад просто обязан, вот сейчас вот будет там и совещание в Рамштайне, и я очень надеюсь на то, что этот свой долг перед Украиной Запад выполнит. Тем более, что Путин сейчас дал для этого хороший повод. Мы хотели обсудить с вами одно видео, оно было снято сегодня утром в киевском метро, ну, которое в один момент снова стало бомбойным. Посмотрим и послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы думаете, вот, наверное, это лучший ответ, да, и Путину, и Суровикину, и всем пропагандистам? Я думаю, да. Вот сейчас это лучший ответ, но для того, чтобы был какой-то аккомпанемент вот этому замечательному вокалу, я очень надеюсь, что Семерка и Рамштайн дадут соответствующий аккомпанемент, такое вот необходимое оркестровое сопровождение в виде дальнобойных хаммерсов, дальнобойных ракетных орудий там и так далее. То есть, да, вот, голоса эти были прекрасны, замечательны, но вот какого-то оркестрового сопровождения очень хочется. Ну вот, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину российские военные похитили артефакты из почти 40 украинских музеев. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. И вот сегодня, во время удара по Киеву, также пострадали и музеи, и здания филармонии. Как вы думаете, что они хотят? Хотят стереть идентичность Украины с лица земли? Знаете, я вот не уверен в том, что вот такие, прямо вот такие цели... В целом, речь идет об уничтожении Украины вместе со всем, вместе с народом, вместе с городами, вместе с идентичностью. То есть, задача Путина заключается в том, чтобы Украины не было. Чтобы не было этих 40 миллионов людей, чтобы не было такой страны, чтобы не было такого государства. Ну, а дальше, в общем, его мало интересует, что там будет происходить с культурой и так далее. Вот Путину испортили его вот этот праздник победобесия. Все Путина испортили его. Значит, я помню хорошо, как... Вообще, это очень мелкая фигура с точки зрения личности. Я помню хорошо, как была ситуация, когда у Путина была инаугурация. И в этот момент, значит, в России, в городах вышли люди на протесты. И они были очень жестоко разогнаны. Люди отправились в тюрьму. И логика была... Вот политологи объясняли, что Путин очень обиделся и сказал, что они ему испортили праздник, а он решил им испортить жизнь. Вот. И сейчас у него такая же логика. Он хочет просто... Ему испортили день рождения. Вот этим вот Крымским мостом. И он просто окончательно принял решение уничтожить Украину. Ну, что называется, селенок маловато. У него это не получится. Но он сделает все, чтобы этого добиться. Что сможет уничтожить. Поэтому, ну, с моей точки зрения, сейчас необходимы все меры. Там многие говорят о том, что нужно реализовать какую-то возможность уничтожить физически самого Путина. Как можно скорее такие, в общем-то, ресурсы у Запада есть. Но это вот отдельная история. Я думаю, что здесь нужен серьезный анализ. Как это делать? Кто это должен делать? Насколько политическая воля существует для этого? Ну, я думаю, что этот террорист номер один, который гораздо более опасен, чем у самов Бен Ладен. И все остальные люди, которые претендовали на эту должность, он, конечно, должен быть уничтожен. Я даже не уверен, что он вообще доживет до суда. Мы говорим, какие поводы ему нужны были для того, чтобы атаковать Украину. Испорченный день рождения, может быть, испорченное настроение. Но, в принципе, за все вот это время войны ему не нужно особых поводов для того, чтобы обстрелять мирных людей. Он просто берет и делает это. Да, безусловно. Но, тем не менее, здесь, я еще раз подчеркиваю, здесь был не повод. А здесь было еще и... Ну, понимаете, у него достаточно ограниченный запас вооружения. И в том числе достаточно ограниченный запас крылатых ракет. Поэтому он бы, конечно, с удовольствием каждый день по тысяче ракет выпускал. Но у него их нет в таком количестве. Поэтому это удовольствие надо растягивать. То, что он это сделал именно сегодня, сейчас, это как раз вот ответ на испорченный день рождения. Ну, еще раз подчеркиваю, у него есть еще ресурсы. Не надо уповать на то, что все, у Путина закончатся ракеты, закончатся снаряды. Они есть еще, есть еще баллистические ракеты, которые пока не применялись. И поэтому, конечно, речь должна идти об уничтожении путинской армии, об уничтожении этого режима. И для этого, ну, мне кажется, все-таки уже сегодня Запад должен проснуться. И вот на совещании «Семерки» и на Рамштайне, на саммите Рамштайна, ну, должно быть принято решение о предоставлении Украины тех вооружений, которые позволят просто, ну, окончательно сломить сопротивление российской армии, освободить всю территорию и нанести серьезные удары по военной инфраструктуре России. Для того, чтобы это террористическое государство не представляло уже больше угрозы. Вот вы говорили о том, что, возможно, какие-то сценарии устранения Путина. Вот были сообщения о массовых арестах военных в Москве, что спецназ-центр согнан. Как думаете, что-то все-таки замышлялось или подстраховка? Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что армия уже ненадежна, генштаб ненадежен. С самого начала в генштабе не было восторга по поводу этой войны. Те отдельные проявления, там, генерал Ивашов, полковник Ходоренок, бывшие сотрудники генштаба, которые открыто говорили, что нельзя воевать со всем миром. Ясно, что они транслировали настроение в генштабе. Поэтому, в общем, какое-то недоверие к генералитету, высшему командованию Министерства обороны у Путина было. Речь не идет о Шойгу, который никакого отношения к войне, к армии не имеет. Это так приятель, назначенец. А речь идет именно о генералитете. Доверия нет и не было. Значит, вот эта трещина, которая возникла уже окончательно между Путиным и генералитетом, когда Путин натравил в своих шавах, в своих пригожина и кадырова на руководство вооруженных сил, на генералитет, личностные нападки на Герасимова, личностные нападки на ряд генералов, в том числе и на Шойгу. Это показало генералам, что, в общем, на самом деле, они будут жертвами на заклане. Потому что было официально сказано Песковым, когда его спросили, а как же так, он сказал, ну, это уважаемые люди, кадыров, пригожин, пусть говорят, что хотят. Это знак. Путин прекрасно понимал, что рассчитывать на генералов ему нельзя. Отсюда назначение генерала Суровикина, единственного, кому он может доверять. Отсюда и какие-то превентивные меры. Насколько генералитет будет покорно это все терпеть, это большой вопрос. Я думаю, что в целом какой-то момент, когда вооруженные силы, значительная часть командиров перестанут выполнять приказы Путина и приказы Суровикина, такая возможность существует. Ну, кроме всего прочего, так сказать, в целом вообще все идет к большой русской смуте. Это совершенно особое состояние, которое периодически возникает в истории российского общества. Это состояние связанное с элементами гражданской войны, с высокой степенью дезинтеграции государственности из общества, с высокой степенью отсутствия единого центра управления государством, с такими явлениями, как самозванство и так далее. То есть это вот такие специфические российские явления. К этому Россия сегодня идет. Для этого существует масса факторов. Это и то, о чем мы только что говорили. Это и знаменитый украинский синдром, когда огромное количество вот этих мобилизованных и, так сказать, контрактников будут возвращаться с фронта в том состоянии, в котором они будут представлять серьезную угрозу. И для власти, и для населения. То есть это вот аналог того, как фронтовики возвращались в Первую мировую войну в Петроград и, в общем, устроили фактически вот то, что в 1917 году стало трагедией в российской истории, которую в дальнейшем пришлось расхлебывать 74 года. Так что, в общем, грядут, на мой взгляд, почти уже неизбежно вот такой вот сюжет. Помните, как у классика, да? Войско взбунтовалось, говорят, царь ненастоящий. Спасибо вам большое за ваш комментарий, Игорь Яковенко. Российский оппозиционный журналист и публицист был на связи со студией «Фридема».